В Алматы, скорее всего, уже есть омикрон. Об этом сегодня заявил заместитель Акима города Ержан Бабакумаров. Отметил о вероятном появлении нового штамма. Говорит, рост заболеваемости. Если несколько дней назад регистрировали примерно по 30 заболевших в сутки, то сейчас эта цифра увеличилась вдвое. Тем не менее, санврачи поспешных выводов не делают, как и прежде они заявляют. Пробы находятся на исследовании и подтвержденных фактов омикрон-штамма в стране пока нет. Как обстоят дела с ковидом в других регионах Казахстана, расскажут наши корреспонденты. Мангоставские санэпидемиологи подвели сегодня итоги уходящего 2021-го и озвучили печальную статистику по ковиду. В этом году в регионе смертность от вируса оказалась в 6 раз выше, чем в прошлом. За 12 месяцев инфекции и коронавирусная пневмония унесли жизни 792 мангостаусцев. Пик заболеваемости в этом году в нашем регионе пришелся на лето. Именно тогда смертность была самой высокой. А вот поздняя осень и начало зимы радовали санврачей стабильной ситуацией. Регион все это время находился в зеленой зоне и показывал самые низкие темпы заражаемости по всей стране. Вот и за минувшие сутки у нас вновь не выявлено ни одного заболевшего. По этому случаю санэпидемиологи вновь обратились к жителям области с просьбой все это не испортить. Прошу жителей Мангостаусской области помнить о том, что в целях безопасности не нужно ходить на корпоративы и массовые мероприятия. Мы разрешили проводить праздники с количеством до 100 человек. Но уже видим, что в одном помещении собираются несколько компаний. По 3-4 компании. И в итоге намного больше людей присутствует в ресторанах. В целях безопасности местные власти решили отменить и праздничные мероприятия на 31 декабря. Чиновники уже заявили, ни концертов, ни салютов жителям Актау ждать не стоит. А родители школьников призвали следить за детьми на каникулах. Предпринимателям напомнили о необходимости соблюдать меры предосторожности. В этом году 128 бизнесменов были оштрафованы за нарушение карантинных требований на 30 миллионов тенге. В регионе, хоть и медленно, но все же продолжается кампания по вакцинации и ревакцинации населения. Чуть больше 49% жителей области у нас получили обе дозы. В праздничные дни в Мангастау также будут работать многие прививочные пункты. В ковидных стационарах Новый год встретят 26 человек. Далее о ситуации на востоке страны. В Восточном Казахстане до 12 января продлили карантинные ограничения. По крайней мере, пока план такой. Однако впереди новогодние праздники, и это беспокоит медиков. Санврачи настоятельно рекомендуют жителям области встречать 2022 дома с семьей. Дело в том, что многие уже расслабились, перестали носить маски и соблюдать дистанцию. Тем не менее, регион по-прежнему в зеленой зоне. Загруженность коечного фонда для лечения больных с COVID-19 менее 10%. Есть ограничения при посещении ряда объектов в соответствии с критериями зеленой зоны. Банкетные залы могут быть загружены только наполовину, но не более 100 мест. При этом статус ваших посетителей и обслуживающего персонала должен быть зеленый. Хотелось бы призвать население нашего города, гостей нашего города, праздновать Новый год в семейном кругу, отказаться от проведения больших мероприятий, соблюдать базовые рекомендации по нераспространению коронавируса, избегать массовых скоплений людей, максимально сократить контакты и многократные походы в гости. Но стоит признать, наш регион находится в лидерах по вакцинации и ревакцинации. Более 112 тысяч подростков, беременных и кормящих женщин получили первый компонент вакцины Pfizer. Бустерную дозу уже порядка 60 тысяч человек. Прирост заболевших в области последней недели стабильно низкий. За сутки у нас выявлено всего 14 заразившихся ковидом. И врачи надеются на хорошие показатели в первых числах января. Корреспонденты КТК в последний раз в этом году представили ковидную картину дня.